По традиции у нас гости приходят с подарками в наш музей. Рассказывают, что ты нам принёс. Да, я вам принёс ваш музей из городского музея. Так, так, так. Реквизит, короче. Да, реквизит с нашего проекта «Везде театр». Вот такой вот фонарик чудесный, с которым мы ходим по ночному музею вечернему. Я так понимаю, он нам может пригодиться в будущем. Ну, если вы когда-нибудь останетесь без электричества, очень полезные штуки. Да, такое иногда происходит. Я тебе открою секрет. 99 рублей в фейс-прайсе. Да. Но, тем не менее, очень-очень символично. Спасибо, Женя. Ну, и перед тем, как мы начнём записывать нашу чудесную программу, пожалуйста, Флай. Поскольку ты актёр, вас на первом курсе учат играть всякую всячину. Стул, фонарик. Я играю в будильник. Будильник. Жень, сыграй в тунца. Тунца! Подожди, я схожу за ножом. Надо будет разделывать. И так, друзья. Актёр Сороско-драматического театра играет в тунца. Поехали. И пока у корчатся, пошли записывать программу. Футбольные трансляции адаптируют для людей с больным сердцем. ЧП в Сарове, эвакуирована администрация. И средняя зарплата к 2035 году вырастет до 120 тысяч рублей. Это соседский Wi-Fi. С вами в студии Кирилл Васенин. И Пётр Смирнов. Привет, Петь. Да, привет, Кирилл. Ну, давай, знаешь что? Давай в этот раз я начну обычно. Ты начинаешь, я начну. Да, давай. Что у нас интересного случилось? Замечательные новости, поскольку я на нашем телеканале ведаю за спорт. Поэтому спортивная новость. Друзья, это просто шедевр, который должен был когда-нибудь случиться в мире. Итак, футбольную трансляцию адаптируют для болельщиков с больным сердцем. Что это значит? Аргентинская радиоколония подготовила специальную трансляцию финала Кубка Либертадорос между местными клубами. Надо сказать, что эти два местных клуба это такие для аргентинских суперсерии. В Аргентине. Да, да, суперсерии. Это очень принципиально, кстати, противостояние. Все эмоционально. Так вот, болельщикам предложат трансляцию противостояния с расслабляющей музыкой на фоне. Комментаторы откажутся от страстной манеры и будут передавать рекомендации врачей-кардиологов во время матча. С мягкой расслабляющей музыкой. Да, да, да. Расслабляющей музыкой. Я прямо себе сразу, знаешь, представляю. Щебечут птицы, здесь жорчит водопад, счет 7-0. Мне кажется, нам прямо сейчас не хватает этой музычки. Уважаемые болельщики, нам забили гол. Примите корвалол. Если ваша команда проигрывает, вызывайте скорую. Никогда не слышал аргентинских комментаторов, как они гол комментируют? Нет, кстати. Я думаю, мы можем показать нашим зрителям, как это происходит, празднование гола аргентинским комментаторам. Ну, давайте. Давайте посмотрим. Да. А там знаешь, как звучит? Ну, типа, к примеру, возьму фамилию Месси. Месси, 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 Месси. Уровня по Нижнем Новгороде, точнее, есть там бассейн, в котором в советское время сделали потрясающую мозаику. На мозаике изображен, кстати, картинка. Слушайте, я вообще, как в свое время поживший в Нижнем Новгороде человек, я все-таки пытался вспомнить, на каком бассейне-то это мозаика была? На дельфине? Я, честно говоря, не знаю, на каком бассейне, но вот на фотке можно посмотреть, было и стало. Было и стало, да, забавная история. Для тех, кто не в курсе, стали реставрировать бассейн, один из бассейнов Нижнего Новгорода, на стене висело классное панно, сделанное, видимо, зайчик. Да, в виде мозаики. Так вот, это панно убрали, ну, чтобы стену там заштукатурить и так далее, так далее, так далее. А после этого попросили эту мозаику вернуть, ну, точнее, не мозаику, а нарисовать. В итоге нарисовали. Вышло из этого все очень-очень-очень-очень-очень плохо. Плохо. Отвратительно плохо сработало. После того, как эта история разошлась по интернету, так сказать, по всем телеграм-каналам, по всех социальных сетях, в общем, очень быстренько все это художество закрасили. Оказывается, у нас эвакуировали всю администрацию. Божечки-кожечки, что случилось? По звонку о заложенной бомбе. Это официальный, так сказать, пресс-релиз и официальная позиция властей, что следственные мероприятия, собачка, как водится, полиция, МЧС, пожарные, ГО, МЧС, в общем, все-все-все на ушах. Полная, понимаешь, неразбериха, но вроде бы разобрались, с одной стороны. Нашли кто, нашли зачем, даже запись, говорят, имеется. Но вот незадача. Человеку, оказывается, 60... Сколько там? 57 лет. 57 лет. Да, человеку 57 лет. И что же 57 лет он такого хотел сделать? И это человек, оказывается, ученый чуть ли не с пировым именем. И звоним, и казалось бы, зачем человеку звонить в администрацию, и он же, как говорится, не мамкин террорист, который хочет контрольную прогулять, а звонит в школу. Да, я хотел сказать, что в администрации какая-нибудь была контрошка, которую надо было прогулять как-нибудь по-особенному. Да, 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 но нет. И вот, смеетний ученик решил позвонить. Но нет, но нет. Оказывается, произошла какая-то неразбериха. Он долго, уже достаточно давно ходит по администрации, ищет правды, чтобы с ним заключили договор аренды на то помещение, в котором его организация осуществляет свою деятельность. Никто не хочет с ним заключать договор, не смог найти никого из руководства города и сказал, что раз вы не даете мне возможности ни с кем встретиться, то я буду с вами бороться путем информационной бомбы. И вот эта бомба, понимаешь, сработала, или кто-то чего-то не понял, никто-то недопонял. Я давно усвоил одну простую истину. В нашем городе нигде, ни при каких обстоятельствах нельзя говорить, это как в самолете в Америке, нельзя говорить слово «бомба». Потому что, как только ты говоришь слово «бомба», в закрытом городе, где это все возведено в повышенный ранг опасности... Да, 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 да. Все, считай, тебя в деле в оборот. Считай, ты потенциальный террорист. Да, как говорят, с первого отдела не дремлет. У нас-то как вообще? Вы внефть вводите. У нас бомбы-то не говорят. У них, давай говорить честно. Нет, у нас, подожди, я еще пока не готов к такому решительному шагу. У них вы внефть. Хорошо, у нас в Сарове, как говорят, не бомба, а изделие. Тема, которая тревожит всех и каждого, это зарплата. Кто-то сказал волшебный слов «зарплата». Получка, понимаешь, получка, день получки. У нас тут администрация выкатила прогноз, даже не прогноз, а стратегию социально-экономического развития города до 35-го года аж. И, конечно, реакция такая была, ну такая, как это говорится. А ты присутствовал же, да? Конечно, ну мы ее рассматривали тут на комитете городской думы, и я подготовился. Тут циферки, значит, очень много цифер. Любит он циферки. Как это, тут, знаешь, статистика. Статистика. Как говорится, есть ложь, наглая ложь и статистика. Итак, друзья, какова же средняя заработная плата в Сарове нынче? Я вам сейчас, вы это самое, припринули к экранам, да? Держитесь поближе к экранам, сейчас все будет. Итак, не знать. 2017 год, факт, факт. По факту. По факту, реальная заработная плата в городе 50 тысяч рублей. Ну, среднемесячные работы, работающих на крупных и средних, 52. Не-не-не, ну не забывайте, что, конечно, есть и малые предприятия. Понятно, что там может быть уровень выплат труда и не такой большой, а есть еще и муниципальный сектор. Там вообще никак. Они как-то просто сказали, так, ну давайте-ка сделаем вот среди бизнесменов и ученых. Ну, этих вот всех, кто там в муниципалитетах работает, да эти мы не будем их брать. Торговля, муниципальные предприятия. Мы их отодвинули, и вот среди всех остальных, среди этих пяти человек, сделали все много смазок. Смотри, как красиво живем. 50 тысяч рублей в месяц. Кайф. Не знаю, на что потратить эти деньги. Да. Константин, ты знаешь, на что потратить 50 тысяч? Ты понимаешь, у нас оператор не знает, на что потратить 50 тысяч рублей. Никогда таких денег в руках не было. Да, но это еще не все, Кирилл. Это же стратегия. Ну, естественно. Мы говорим про факт. 17-й год прошел, забыли. Среднемесячная заработная плата. Динамика к 35-му году 500% к уровню 17-го. Ну, 5-ю... 5... 26. 25? 25. Итого 250 тысяч средняя. Друзья, держитесь, держитесь за свои кресла и диваны, на которых вы сидите. Да. К 2035-му году мы с вами вместе в среднем должны получать 250 тысяч рублей. Это прекрасно. В месяц. Это прекрасно. Не в год, в месяц. Это прекрасно. На что потратить 250 тысяч рублей? Слушай, я бы... Я... Яхта. Яхта? Пассатису едешь, такая белая яхта. Яхта. На ней полуобнаженные чики. Да, да, да. Едешь, пассатису едешь. Тут, значит, игристые. Ты такой, я что-то, я все, слишком теплый раз. Пассатису, пассатису, золотую рыбку. Чу-чу-чу-чу-чу-чу. И такой, выходишь на берег, и на проходную. И на проходную. И на проходную. Потому что проходная должна быть на берегу. Кто-то уже должен на яхтах подплывать, должны. Поэтому... Должны быть набережные. Слушай, а вы для этого уже парк реконструируете. Совершенно точно. Там же делают набережную и... И, да. Яхт, присплечал для яхт, по-любому. Кто-нибудь будет приезжать к нам в старую, говорит, ребятушки, ребятушки, ну как у вас... Ну как вы тут живете? Мы такие, да, у нас 250 тысяч средняя зарплата. Я получаю. Мой ребенок в 33 года такую получает. В общем, конечно, это все смешно. С одной стороны. Мне кажется, что просто такого не будет. И люди сейчас на диване просто сидят. Вот так себя делают. Ну, в общем-то, оценка депутатами на том комитете была дана примерно такая же. Что ребята... Я прям представил себе это. В 35-м году ни вас, ни нас уже не будет. Поэтому вы тут можете вообще городить все, что вам от души как-то угодно. Но реально никто за эту фигню отвечать не будет. Вот кайф. Нет, я знаю одного депутата, который будет за это отвечать. Иван Иванович Ситников. Ситников, это бессменный человек в Думе. Да. Вот в 35-м году... А если что, его заменит робот. Да, да, да. По-любому. Андроид Иван. Андроид Иван. На самом деле мы в город отправили Ирину Вашегородцеву спросить у сровчан, какую же зарплату они считают достойной и на какую зарплату, в принципе, можно вторую прожить. Ира, прошу. В чем же счастье? В деньгах или в их количестве? Никто не может ответить на этот вопрос. И мы решили спросить у сровчан, какую зарплату они считают самой оптимальной в нашем городе. Пойдемте. Ну, я думаю, что, ну, тысяч 80, наверное. Это для одного. Да, да. Чтобы на всю семью хватило достаточно. Минимум 50 тысяч. 1070. Какую зарплату второй вы считаете самой оптимальной? Вообще платят копейки на самом деле. От 40 тысяч, наверное, и выше. Почему так? Ну, потому что жить на что-то хочется, налоги высокие и все остальное. То есть от 40 и выше, да? Допустим, да. А самый максимум? Максимум? Да это же безграничная вещь. Ну, вот мне 200 тысяч бы хватило, а вам? 200? Да. Мне бы тоже. Ну, 1020, наверное, 25, вот так. Ну, вот мне 200 тысяч бы хватило, а вам? Мне бы тоже хватило 200. А на что бы вы ее потратили? Ну, на всякие нужды вседневные. Может, кто-то откладывал бы. А почему вы за мной повторили? Хорошая сумма, потому что. Ребят, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какую вот зарплату в Сарове вы считаете оптимальной? Не знаю, у нас обед 30 тысяч, считаю, оптимальный. Это нормально? Ну, да. А для вас? Ну, и для меня была бы неплохая. Я всегда только самую высокую. Пусть у всех будет по 100 тысяч. Куда же все бегут-то? Люди, ну, куда же вы все бежите? Если не за зарплатой, то куда? Ну, может быть, хотя бы там 1100-150. А почему? Ну, этого бы хватило, может быть, на мои какие-то нужды. Ну, мне кажется, 1050-60 это как бы нормально. Мне кажется, ну, как бы это средний заработок должен быть для нашего города. Какую зарплату в Сарове вы считаете самой оптимальной? Самая оптимальная? Ну, не менее 100 тысяч. 30, 50 тысяч или 100. Мнения настолько разделились, что люди сами запутались, какая у них зарплата. Вот мне, например, бы хватило полмиллиона. А может и миллион. А может быть и два. Да какая разница, кого интересует мое мнение. К нам в студию пришел гость. Это Евгений Цапаев, актер Саровского драматического театра. Ну, неправильно. Ты знаешь, как ты знаешь, Саровского драматического театра. Я так не умею. Я так не умею. Я же не актер. Привет, Женюк. Привет. Привет. Я тоже хочу. Жень, ну, перед тем, как мы начнем с Саровского театра, берите в дом, вводи новый пароль от нашего сегодня. Подключайся, подключайся. Пароль сегодня такой «Трагедия». Трагедия. 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 За главными буквами. Обязательно, да. Главный интонат соблюсти. Трагедия. Трагедия. Красавчик. Да. Все, подключились. Жень, первый вопрос, извини, пожалуйста, Петр Павлович. Почему ты сегодня пришел в свитшоте, на котором нарисован Кирилл Серебренников, и там написано «Освободить Кирилла». «Свобода Кирилла», да. «Освободить Кирилла». Ну, потому что это очень какая-то... Такая грустная, на самом деле, история, не для вашей юмористической программы. Ну, потому что то, что происходит вокруг этой истории с седьмой студией, с проектной платформой, это очень такая трагичная вещь, мне кажется, для нашей страны, для культуры нашей в целом. Особенно накануне годы театра в стране. То есть ты считаешь, что это какая-то такая расправа над режиссером, над руководителем? Это уже не напоминает ни показательную порку, ни расправу, потому что ничего этого нет. И на самом деле, если там кто-то что-то и воровал, то это точно не Кирилл, во всяком случае. Суть в том, что вся эта история доказывает, что презумпция невиновности в нашей стране отсутствует. И вот тут вот администрация зафиксировала снижение культурно-образовательного уровня населения. То есть вообще, ты знаешь, это такое вот... Очень интересно, как они это зафиксировали, с одной стороны. С другой стороны, ребята, вы сами отвечаете за эту культуру. Есть же тот же самый театр, учреждения культуры, различные музеи, галереи. То есть либо какой-то показатель... Ну, в этом плане у меня... Вопрос-то как бы к тебе, Жень. Вообще есть у нас вот это снижение-то или на самом деле наоборот все? Больше людей в театр ходят или меньше? Ну, вообще, насколько я знаю, что вроде бы по нашим статистикам больше. Какие вот проекты интересные и вот год театра впереди, да? То есть какие интересные проекты планируются? И вот я так знаю, там ты занимаешься каким-то конкретным делом. 15 ноября мы запустили проект хэштег «Везде театр». Проект, нацеленный на молодежь, на привлечение молодежи в театр, где мы используем совершенно какие-то новые для Сарова театральные форматы. Например? Это все проходит не на сцене, во-первых. Спектакли, они иммерсивные, так называемые иммерсивные, когда актер находится вот на таком расстоянии от тебя и работает. Квартирники театральные такие. То есть, получается, зритель, он в то же время и участник этой постановки. Да, да. И вот первый у нас был показ в городском музее, где мы использовали весь первый этаж, где зрители ходили из зала в зал по темному музею, где не было никакого освещения. Ничего себе. С фонариками в руках. С фонариками? Да. Вот это... Там картин не унесли, в темноте показывали. Любители современного искусства. Да, да, да. И нам кажется, что у нас получилось. А как зрители, вот отзыв зрителей, которые сходили на эту премьеру? Ну, те, кто сходили, хотят еще сходить. Те, кто не сходили, жалеют, что не попали. Потому что пространство музея, оно очень тесное. Слушай, но это история разовая? Или это все-таки будет мир продолжения? Нет, у нас вообще в принципе в рамках проекта будет таких четыре эскиза в разных пространствах. Музей был первый, у нас будет еще дом молодежи, потом молодежно-библиотечный информационный центр. Московский. Да. И еще у нас будет проект, пока мы не знаем точно в какой школе он будет проходить, но в каком-то из спортивных залов. Жень, в двух словах. В чем смысл постановки? Вот в музее когда-то было? Смысл постановки? Ну, я не знаю, как проект. Смысл проекта. Суть проекта у нас, мы очень так для себя сформулировали короткой фразой, театр это не место, театр это искусство. Сегодня, как нам кажется, просто в стране абсолютно отсутствует какое-то авторитетное мнение. Особенно молодежь, она же никогда не воспринимает авторитетов. А театр, в том понимании классическом, к которому мы привыкли, он находится в такой структуре, что кто-то что-то говорит, находясь на полтора метра выше. И вот эта назидательность какая-то театральная, она, мне кажется, очень пугает молодых ребят, и поэтому они не хотят идти в театр. Вот скажи, пожалуйста, а уж постольку, поскольку к нам пришел человек, который закончил театральный вуз... Ну, не вуз, училище у нас, да, я ПТУшник. Скажи, пожалуйста, имеет ли смысл молодым людям и девушкам сегодня идти поступать в театральный? Чтобы, ну, грубо говоря, не для того, чтобы свою какую-то, это... А для того, чтобы была, я буду играть в кино, сегодня я буду мегапопулярный, я буду Энджелин Джоли и так далее. Ну, этого точно не надо ждать никогда, что ты будешь популярным, там, и прочим. Насколько реальность расходится с фантазиями человеческими в 18-17 лет? Ну, очень сильно. Ну, расскажи, нам не сложно тебе... Ну, во-первых, когда туда идут поступать, как правило, никто не понимает, действительно, на что они идут. Сама учеба заключается в том, что ты находишься с 9 утра до 8 вечера, это только на парах 6 дней в неделю. То есть это какая-то теория? Это и теория, и практика, и все на свете, там огромное количество спецпредметов. А мотан надо сдавать? Мотанализ. Что это такое? Что это? Это математический анализ. Мотан, идите в театральный. Очень часто, кстати, так идут, в принципе, люди, которые, ну, они ничего не умеют, как бы... А здесь мне мама в детстве говорила, что я неплохо смотрюсь на табуретки. Да-да-да. Вот. А придя туда, конечно, как правило, понимание того, где они оказались, меняется сразу. И как следствие, когда выпускаешься из любого театрального учебного заведения, ты уже совершенно другие какие-то цели перед собой ставишь в жизни. Нет ни одного такого... Мы знаем, что ты закончил Нижегородское училище. Вот что тебя побудило приехать в Саров? Почему Саров как площадку для своей творческой деятельности? Так сложилось, на самом деле, как-то случайно. На четвертом курсе были, приезжали сюда на гастроли мы с дипломным спектаклем. Но директор сказал, приезжайте все, кто хотите. И у нас приехало тогда, кажется, семь человек с курса. Молодых актеров. Да. И просто так сложилось с судьбой, что я тут один остался. А никогда не хотелось поехать в Москву? В Москву нужно ехать тогда, когда туда зовут. А сейчас не зовут? Да, сейчас не зовут. Почему? Ну, там и так много всего. Зачем туда лезть, если я там никому не нужен? Там есть свои. Здесь интересней. Если хочешь, чтобы что-то у тебя было, сделай это сам. Зачем? Это, кстати, правильная жизненная позиция. Да. Ну, а если, например, пойти учиться на режиссера, например? Или для того, чтобы что-то делать интересно, не обязательно быть режиссером. Тут, кстати, интересный вопрос. Ну, в принципе, как? Большинство мэтров отечественного театра, режиссеров имеется в виду, они все в голос говорят, что режиссуре нельзя научить. Либо ты видишь, либо не видишь. Да, либо это есть дано, либо не дано. Ну, не знаю. Мне кажется, что... Ну, азы, я как бы законы сцены какие-то, я их знаю и из... как бы актерской практики. Самый лучший учитель в театре – это практика. То есть, да, базовый курс нужен, чтобы ты понимал, что ты научился там владеть голосом, телом, не знаю, ну, какие-то технические... Знать, куда двигаться, как постановка там... Да, там законы композиции какие-то там изучить. Как ты должен... Вообще, долго рождался этот проект. Грубо говоря, от идеи, ребята, мне надоело просто выходить на сцену, дай что-нибудь сделаем крутое. До момента, вот вы вчера на той неделе вышли... Ну, как, мы уходили в отпуск с мыслью о том, что нас ждет, во-первых, юбилейный сезон театра 70-й, и нас ждет, следом, еще год театра в стране. И, ну, нужно что-то делать. Во-первых, это возможность. Я прям представляю себе планерку, значит... Ребята, у нас впереди 70-й юбилей, пора что-то делать. Планерка, да, у нас... Мы все... Завтра мы уходим в отпуск, всем задание домашнее. Ну, так примерно и происходило, да, действительно. Как это, прочитать за каникулы столько-то книжек, да. Ну, вот. Ну, и пока был в отпуске, думал, что делать. Идея эта, в принципе, как-то... Ну, она витала в воздухе, но не обретала никакой формы. Слушай, вот у вас сейчас этим вопросом... У меня вот внутри вопрос зреет и следующее. А вообще, понятно, что в России, ну, театр, он как-то, может быть, своим путем развивается. Своим, он одним из самых лучших, я вам скажу. Даже так? Да. А вот что-то зарубежные, какие-то практики, они вообще интересные? Есть смысл туда смотреть, я тут что-то применять? Ну, например, в принципе, там, вся современная драматургия, она пишется в стиле, как правило, в стиле вербатима, так называемого. Есть такой... Поясни для наших зрителей, да. Это зрители вместе со мной с одинаковым людьми. Да, что? Это способ работы над документальным театром, документальным кино, когда за основу берется интервью с человеком реальным. Да, и сохраняется язык его, сохраняются его какие-то там, ну, черты там характерные и прочее. И так пьесы просто пишутся. То есть нет уже там каких-то героев, там, не героев. Есть максимально как бы живые люди. Прошедшая неделя запомнилась новостями так или иначе, связанными со школьным образованием. Пока одни дети учатся на мастер-классах делать фигурки из шоколада и печь пирожки, другие рисуют фотороботы преступников, снимают отпечатки пальцев и фотографируются на фоне ростомера. Мурманская полиция провела урок по профориентации для детей. При этом одних ребят одели в полицейскую форму, других в тюремную робу. По данным канала 360 ТВ, фотографии из детективного квеста привлекли внимание прокуратуру Мурманской области, которая сразу же начала проверку. А представитель города развлечений, где проходило мероприятие, заявила, что фотография ребенка в робе не имеет к нему никакого отношения. Чем закончится эта история, пока неизвестно. Но детям урок профориентации явно понравился. На канале Линтач появилось сообщение о том, что почти половина школьных учителей математики и информатики провалили проверку компетентности, которую проводил Рособранадзор в 2018 году. Такой же показатель и среди преподавателей основ духовно-нравственной культуры народов России. Среди учителей истории, экономики, русского языка и литературы неудовлетворительный результат почти у 25%. Глава Рособранадзора Сергей Кравцов пообещал, что ведомстве и Министерстве просвещения проанализируют результаты и решат, как нужно повышать квалификацию учителей и улучшать систему их подготовки. Проверка выполнялась в рамках исполнения майского указа президента Владимира Путина. В ней участвовали 22 тысячи преподавателей из 67 регионов. По информации канала 360 ТВ, на днях Российская Академия Образования выступила с предложением повысить функциональную грамотность школьников и качество среднего образования. Как? Например, на уроках математики вместо груш и яблок ученики будут считать проценты по кредиту в зависимости от ставки. На общество знаний писать эссе о проблемах толерантности к грантам. А на химии обсуждать, из-за чего поднимается тесто. Эти изменения, по мнению авторов, станут одним из решений, поставленные президентом Владимиром Путиным, задачей по вхождению России в десятку лучших по качеству образования стран мира. Предложение уже направили в Министерство просвещения. Жень, да, у нас есть традиция. В конце передачи мы обязательно, обязательно задаем несколько вопросов к нашему гостю. Ну а поскольку ты человек творческий, грубо говоря, умеешь владеть собой, ум у тебя острый? О, да. О, да. У тебя сегодня очень такое своеобразное и сложное интересное задание. Я тебе буду начитывать строчку из песни неоконченную. Тебе надо ее одним каким-нибудь словом закончить. Любым. Не в рифму. Без рейдинг. Заглава, чтобы было смешно. Хорошо. Чем смешнее, тем лучше. Тебе надо стараться бы не материться. Да, да, да. Надо подлазить нас. Да, да. Да, даст их. Да. Готов? Да. Нас не догонят? Ни за что. Отлично. Отлично, погнали. Ты понял принципы? А я, милую, узнаю по походке. Она ходит очень у меня смешно. Привет супруга Женя. Здравствуйте, дорогая. Она с теми бегает, учится и что? Я спустя лет только 5 лет только увидел эту теорию. Ты так красивый, я перестаю. Бежать. Отлично. Что вы, тетя, мнете? Мните мне. Ах, как хочется вернуться. Ах, как хочется варматься. За КПД. Куда? Что в КПД? Нижки не из Нижнего Новгорода, надо понять. Да, Нижегородская. Там за КПД 4, там зона находится в Нижнем. Да, да. Вот так просто. Сейчас все нижегородцы, которые смотрят, все. Вот так сделали. Погнали дальше. Не уходи, постой, просто побудь. Побудь. Будь. Свиньей. Свиньей. Не надо. Назови меня попсой, обвини. Пожалуйста. Теремен требуют? Мы школьники. Такого, как Путин, нет у нас в городе. Ну да. Ну и все. И последняя проверка на возраст, как я ее называю. О-о-о. Моя. Моя борода не растет. Блин, я думал, ты с вами моя оборона. Это была проверка на возраст. И Женя не прошел. Ну что? Все. Все, вопросы у меня закончились. Это было очень круто. Давайте напоследок зафоткаемся. Да, обязательно. Непримерно все фоткаемся. Да. На мой классный новый телефон, как я говорю. Все, улыбаемся Машем. Так, ну а наша программа подошла к концу. С вами был Кирилл Васенин. Петр Смирнов. И Евгений Цапаев. До встречи через неделю. Пока. Всем пока. До свидания.